Всем привет! Компания Fusion Technologies. В этом видеоролике мы вам покажем и расскажем о контурной ленте. То есть для чего она используется, как с ней работать. Многие наверняка уже знают, но новичкам, думаю, будет это полезно. То есть контурная лента используется в аэрографии, также в покраске. Нужна она для того, чтобы создать четкие контуры при комбинированной покраске, допустим, либо при комбинированной печати или лакировке. Чтобы не было после снятия, после снятия обклейки, маскировки, детали оставался ровным, идеальный край краски, чтобы не было задиров. По ширине она бывает двух видов. 3 мм и 6 мм. Сначала проклеиваем одну полоску. То есть в этом месте у нас по итогу останется чистый, так скажем, хром. Это и будет одна полоса. Следующую ленту клеим идеально ровно встык. С одной стороны и с другой. Все проклеили. Теперь оставляем ленту на тех местах, где нам нужна хромированная подложка. И снимаем в тех местах, где мы будем прокрашивать. По итогу получается вот у нас три полосы. Три ровные полоски, между ними одинаковое расстояние. Деталь обклеена. Теперь наносим краску другого цвета, второго. В данном случае будет кэнди. Делаем несколько слоев до нужного оттенка. После этого снимаем контурную ленту и смотрим результат. Сейчас докрасим, покажем. Прокрасили деталь до нужного оттенка. Сейчас минут пять постоит. Снимем ленту. Посмотрим, какой результат получился. Краска подсохла, можно снимать ленту. Краска подсохла, можно снимать ленту. Вот такой эффект у нас получился. Дальше покрываем все это дело лаком. После снятия обклейки, сушки краски, покрываем все это дело лаком. Два-три слоя. Оставляем сушить. Если остается, так скажем, небольшой бортик между красками, то это в принципе без проблем все можно располировать. Вот такого рода можно делать покраску комбинированную с помощью контурной ленты. Ну и много всяких разных вещей. То есть не только прямые полосы, но еще какие-то полосы с изгибом и все остальное. Всем спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok